В эфире программа День города в студии Алена Куколева. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. Старинные иконы обнаружили в сельской школе. Каково значение этого клада для церкви. Несанкционированный рынок на Тимакова. Кому мешает торговля? В ходе прямой линии главе региона пожаловались на несанкционированную торговлю на улице Тимакова рядом с 11-й городской больницей. По словам горожан, в этом месте антисанитария. Кроме того, посетителям медицинского учреждения трудно припарковать свои автомобили. Галина Ершова пыталась разобраться в проблеме. Несанкционированный рынок на улице Тимакова вновь возмущает рязанцев. Жители Дашково-Песочной обеспокоены мусором и антисанитарией, которая остается после торговли. По словам местных жителей, продавцы даже забывают выбрасывать контейнеры и поддоны. Оставляют коробки, мусор, крысы бегают, антисанитария. Вечером здесь мусора много остается, и днем бывают всякие драки, всякие в пьяном виде бывают люди. И непонятно, какая продукция, откуда что завозится, непонятно, что продают. Возникает проблема у рязанцев и с парковкой. Дело в том, что рядом расположена больница номер 11, которая обслуживает огромный район. Парковочных мест здесь не хватает давно, а газели с товаром занимают те, которые предназначены для пациентов больницы и их родственников. Видите, здесь вот посмотрели, стоят машины, которые даже шины проколоты, у них уже как склады здесь. Складируют товар свой. Места вроде забитые, а нашим бабушкам-то и негде свой товар продать. Свободных мест практически не бывает в течение, наверное, всего дня до семи, может быть, вечера. То есть во время работы поликлиники очень трудно где-то оставить машину. Возникают проблемы и у пешеходов. Передвигаться по оживленной улице сложно как пожилым, так и людям с детьми. В последнее время я начала ходить вот по этой стороне, потому что через рынок пройти невозможно. Толкучка, бабушки, рыночные работники, ну и жители Песочник, которые идут в поликлинику. Как получилось, что городская улица оказалась местом несанкционированной торговли – вопрос, в котором должны разобраться власти муниципалитета. Надеемся, что вскоре они найдут решение. Галина Ершова, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Внимание всей области в эти дни приковало к себе село Плахино. Там в одной из недействующих школ строители обнаружили старинные иконы. Историю о чудесном обретении ликов святых знает Ирина Ковалева. Старинная усадьба с многовековой историей или древняя церковь с некрополем – вот, пожалуй, те места, в которых мы ожидаем найти спрятанные некогда ценности. Но село Плахино Захаровского района разрушило все стереотипы, когда в стенах далеко не древние школы. В постройке 1939 года были найдены четыре иконы. Вполне возможно, что когда-то они украшали иконостас храма, стоящего в этом селе. Храм Иоанна Богослова XVIII века в селе Плахино был разобран в 1937 году. Именно из церковного кирпича построили первый этаж этой школы. Но, по всей видимости, помимо кирпича сюда перекочевали и древние иконы. Иконы были найдены 10 октября рабочими, разбирающими старое здание. Прямо за ним уже заложен фундамент новой школы. По всей видимости, они были припиты к стропилам. Как оказалось, для местных жителей находка не стала неожиданностью. Я еще когда учился в этой школе в 80-х годах, и уже шли разговоры, что в этой школе заложены иконы. У старожилок, которые бабушки старенькие особенно, сейчас они все умерли. Кто верил, кто не верил. Ну и вот, когда вот это произошло, начали когда ломать школу. Обнаружились иконы. Хотя я всех их предупреждал. Бригаду, прораба, всех. Всем говорил. Ставил известно, что есть закладки, должны быть. Сразу после обнаружения иконы были переданы в Рязанскую епархию. Изображение Серафима Саровского, которое, по всей видимости, было написано в начале 20 века, сохранилось лучше всего. Икона Божией Матери с большой вероятностью не подлежит восстановлению. На двух других изображен архистротик Божий Михаил и благоверный князь, скорее всего, Александр Невский. Правда, по словам отца Арсения, найденные лиги кладом можно назвать с большой натяжкой. Это не совсем клад. Это же, понимаете, люди не сохранили эти иконы, а использовали их как доски, перекрытия и прочее. Поэтому вы видите, вот здесь в иконах, например, гвозди. То есть они их просто вбивали. Одна икона без головы, образ, потому что, видимо, не умещалась доска, вот ее решили отпилить сверху почему-то именно. Какие-то иконы Богородицы, она практически вообще не сохранилась. То есть использовали их именно в хозяйственных целях, в хозяйственных нуждах. Это не в качестве сохранения было сделано. А вот Владимир Шипилов утверждает, что жители села хотели сохранить иконы. Пусть и выбрали для этого не самый подходящий способ. Понимаете, 1939 год. Население, конечно же, особенно старушки, которые были молодые, мы тайком их приносили и вот так вот делали. Да, они как были прибиты, как в качестве досок. Но они их ложили так, чтобы по ним не ходить, потому что редко по ним ходили. В любом случае, для людей верующих, эта находка – настоящее сокровище, прежде всего в духовном плане. В ближайшее время с этими иконами предстоит поработать экспертом. Они должны будут определить их состояние и понять, какие работы нужно будет провести для их реставрации. В любом случае, мы намерены их отреставрировать и затем уже передать в те храмы, которые нуждаются и в образах, и тем более в таких намоленных иконах, перед которыми молились наши предки. Здание школы разобрано еще не до конца, так что вполне возможно, в ближайшее время будут найдены и другие иконы начала 20 века. Ирина Ковалева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Печально известная история о Рязанском ренвестбанке подходит к логичному завершению. Председатель правления обанкротившегося банка получил условный срок. Максим Ткачев признан виновным в злоупотреблении полномочиями и неправомерных действиях при банкротстве. Как установлено судом, Ткачев в составе группы лиц, по которым уголовные дела, выделенного отдельное производство, создавал видимость увеличения чистых активов банка. По сути, речь шла о документальном оформлении безвозмездной финансовой помощи кредитному учреждению без фактического перечисления средств. Кроме того, в преддверии банкротства Ренвестбанка сотрудники вернули двум юридическим лицам деньги, которые находились на их расчетных счетах, нарушив установленный законом порядок и нанеся ущерб банку в лице агентства по страхованию вкладов. К числу организаций, в пользу которых были совершены незаконные действия, значится Рязанская ипотечная корпорация. А после поступления, как я уже сказал, 28 июня 2016 года нового предписания Центрального банка, еще до создания резервов в сумме 690 миллионов рублей, он, конечно, понимал, что в установленной Центральным банком сроке такую сумму он досоздать не сможет. Соответственно, было принято решение о том, что данный кассовый разрыв будет устранен путем выдачи его каких-то тех кредитов физическим лицам. То есть, поскольку он понимал, что в случае отзыва лицензии, денежные средства, имущество банка, всю документацию необходимо будет передать временной администрации. Соответственно, возникнет вопрос, да, где денежные средства, которые были эффективно им досознаны на бумажных носителях. И, получается, подобрал. То есть, таким образом, путем создания эффективных резервов и создания вот этой видимости увеличения чистых активов банк-то, Ткачев совершил преступление, предусмотренное статьей части 1, статьей 201 Головного кодекса Россиферации. Это злоупотребление полномочиями. Советский районный суд Рязани 4 октября вынес решение по уголовному делу в отношении бывшего председателя правления Ринвестбанка Максима Ткачева. Его приговорили к одному году и девяти месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком в два года, а также взыскания в пользу агентства по страхованию вкладов почти 280 миллионов рублей. Вину он признал полностью, а также сотрудничал со следствием в рамках заключенного соглашения, дав полное разъяснение для установления всех обстоятельств дела. Решение Советского районного суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано. Марина Комиссарова, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Перед первым экзаменом на право управления транспортным средством волновался практически каждый водитель. Правда, некоторым предстоит пережить эту процедуру вновь. За какие правонарушения водитель обязан повторно сдавать теоретический экзамен и что грозит за отказ, знает Валерий Судов. Вновь сдать теоретическую часть экзамена на право управления транспортным средством предстоит всем водителям, которых лишили прав, а таких в нашем городе немало. В Рязанской области только в текущем году уже более 2000 водителей были лишены права управления транспортным средством. При этом некоторые водители, задержанные за управление автомобилем в состоянии опьянения, своевременно не сдают удостоверение на право управления транспортным средством. К экзамену допускаются только те люди, которые добровольно сдали свои водительские удостоверения в подразделении госавтоинспекции. С этого момента начинает исчисляться срок лишения. Такое действие нарушитель обязан выполнить в течение трех дней после вступления в силу законного постановления. Если человек захочет продолжать ездить на своем верном автомобиле, то он считается злостным нарушителем. Сейчас, благодаря информационно-поисковым системам госавтоинспекции, легко выявить в потоке машин те транспортные средства, которыми управляет человек без удостоверения. Для них предусмотрены санкции куда жестче. Штраф 30 тысяч рублей, обязательные работы или арест на 15 суток. К тому же его автомобиль будет задержан и помещен на специальную стоянку. По истечению срока лишения специального права удостоверения на право управления транспортным средством, которое было изъято у лица, подвергнутое данному виду административного наказания, возвращается после только проверки им правил дорожного движения и после уплаты в установленном порядке всех наложенных на него административных штрафов за нарушение правил дорожного движения. Если у водителя не получится справиться с первого раза с теоретическим экзаменом, то он может прийти на пересдачу только через 7 дней. Три неудачные попытки и в следующий раз можно попробовать только через месяц. Но чаще всего у водителей получается сдать экзамен с первого раза. И в таком случае они получают свое водительское удостоверение назад. В большинстве своем после этого все стараются ездить куда осторожнее. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Рязанские активисты ОНФ провели круглый стол, на котором обсудили ход выполнения в регионе программы формирования комфортной городской среды. Поводом для встречи стало неудовлетворительные итоги рейда по объектам благоустройства в областном центре. Претензии к темпам работ и их качеству активисты высказали городским властям. Работы по благоустройству городских дворов планируют закончить до 30 ноября. В программу формирования комфортной городской среды вошли 200 объектов, находящихся в Рязани и области. Однако в ряде случаев подрядчик даже не приступил к работам. Из 200 дворов еще две недели назад у нас не приступали к 92. Это было две недели назад. Вот постоянно сегодняшнее утро у нас не приступали к 41 только двору. Городские власти отмечают, что к большому объему работы не были готовы управление энергетики и ЖКХ. Именно они должны были контролировать ход ремонта. После кадровых перестановок удалось ускорить процесс. Также было отмечено, что на ряд объектов долго искали подрядчиков. Если мы еще месяц назад понимали, что половина объектов, даже по 100 объектов, даже не были разыграны, кто будет играть, участвовать в конкурсах и кто выиграет. Потому что, откровенно говоря, приходилось за уши притягивать подрядчиков. Никто не хотел на это идти. Ну, ввиду того, что и время уже, и торговали поздновато, и вот существующая погода. Все участники рынка понимают, насколько сложно работать у двора. Поэтому мы даже переторговывали муниципальные дворы дважды. В этом году программа реализуется впервые. Основное внимание уделили замене дорожного полотна. На сегодняшний день к сдаче готовы 60% дворовых территорий и 70% общественных. Однако, прежде чем подрядчик может вздохнуть спокойно, к нему на объект приходит специальная комиссия. Она состоит из активистов и местных жителей. Качество оставляет желать лучшего. Уклоны нигде правильно не делаются. Жители жалуются, лужи стоят после этого. Колодцы к ним тоже подходят ужасно безобразно. Не заделаются. Вот подробная справка, я готова вам ее отдать. На что жалуются жители. МАГС-16, вот это один из последних, где ведутся работы. Там такие активные молодые люди. Уже сейчас понятно, что ряд объектов придется переделывать, так как они не соответствуют стандартам. И даже если проблемы не удастся увидеть сразу, подрядчик будет обязан устранить их за свой счет в период пятилетнего гарантийного обслуживания. Также стоит отметить, что в следующем году для реализации программы формирования комфортной городской среды планируют задействовать не 200 дворов, а только 30. Зато сделать их качественно и комплексно. Начиная от освещения и заканчивая детской площадкой. Галина Ершова, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Рязанским хирургам есть чем поделиться с коллегами. В областном центре высокотехнологичные операции поставлены на поток и осваиваются более сложные операции. Например, замена сустава при помощи лапароскопии. Корреспондент нашей программы узнал, где заново готовы поставить на ноги. Тео Уолкотт, Игоря Кенфеев и Александра Дальпьера. Всех этих футболистов объединяет одна общая деталь. Они перенесли операцию на передней крестообразной связке. И это неудивительно. Такая травма очень часто встречается у спортсменов. Некоторых даже оперируют неоднократно. Оно и понятно. Спорт требует жертв. Такую травму может получить и обычный человек. В Рязани такую операцию практически никто не делал. 13 октября ее впервые провели в областной клинической больнице с применением новейших технологий. Здесь применяется высокотехнологичная артероскопическая методика с помощью артероскопической стойки под высоким разрешением. И будет работа именно на крестовых связках, которых в принципе в нашем городе применяется достаточно мало. Сейчас на операционном столе 50-летняя женщина с очень непростой судьбой. Она получила травму передней крестообразной связки и перелом больше берцовой кости. В первую очередь врачи восстановили поврежденную кость. Только после того, как она срослась, хирурги приступили ко второму этапу восстановления ноги. Эта женщина – первая пациентка областной клинической больницы, на которой проведут новую операцию московские коллеги. Раньше в городе Рязани делали открытые операции такого вида. Они приносили большие трудности для больных, возможные контрактуры, сложности с восстановлением. Данный вид операции позволяет обойти все эти сложности. Восстановление происходит гораздо быстрее. Раньше косметически очень хороший эффект, потому что выполняется всего три маленьких разреза. Это артероскопическая хирургия, то есть операция, проводимая закрытым способом с минимальными повреждениями, что повышает и ее сложность. Но у хирургического стола настоящие профессионалы своего дела. Появление такого вида операций в нашем городе принесет положительный эффект. Население получает высокотехнологическую медицинскую помощь и на базе нашего учреждения, именно в нашем городе. Мы не переправляем никуда пациентов и тем самым просто-напросто экономим как и время, как и средства пациентов. И в то же время мы экономим средства нашего областного бюджета. В этот же день приоперируют и вторую женщину. Она получила травму, катаясь на лыжах. Рязанские коллеги внимательно наблюдают за монитором. Пройдет совсем немного времени и они сами начнут проводить такие операции. Закрытие Всероссийского чемпионата по плаванию среди студентов медицинских вузов сегодня прошло в бассейне «Аквамед». Более 120 спортсменов – это не только будущие врачи, но и приверженцы здорового образа жизни. С ними пообщалась моя коллега Ирина Ковалева. Вот уже второй год подряд именно на базе РязГМУ проходит открытый Всероссийский чемпионат по плаванию среди студентов медицинских и фармацевтических вузов. В этот раз в нем приняли участие спортсмены из 17 регионов страны. Башкирия, Южноуральск, Красноярск, Санкт-Петербург, Москва – со всех уголков страны в Рязань съехались студенты из всех видов спорта, выбравшие для себя плавание. Они не только укрепляют свое здоровье, защищают честь родного вуза, но и учатся работать в команде, что безусловно важно, особенно для будущих врачей. Медицина – это всегда командная работа. Либо это операционная, либо это ординаторская, где врачи обсуждают какие-то сложные случаи. И только совместными действиями, совместным обсуждением, совместным решением вопросов можно достичь каких-то определенных результатов. А спорт в этом плане всегда очень помогает. Андрей Прилуцкий сам носит звание мастера спорта по плаванию, поэтому ему было особенно приятно вручать медали спортсменам-медикам. Ну а помогал ему в этом Василиса Владыкина, мастер спорта международного класса по плаванию, 13-кратная рекордсменка России. Очень приятно присутствовать тут уже второй год. И хотелось бы сказать, вы, правда, растете, развиваетесь, результаты космические. Я уже так не плаваю, к сожалению или к счастью. А вы доказываете, что вы можете и совмещать, правда, и науку, и спорт, и это же ваше здоровье. Ну, очень приятно, что у нас будут такие будущие врачи. На сцене мелькают лица. Спортсмены получают заслуженные медали. Таков итог двудневной борьбы. Два дня очень мало, чтобы познакомиться ближе. И с Рязанью, и с нашим медицинским университетом. Но достаточно, чтобы оценить уровень организации соревнований. Хороший, прекрасный бассейн. Соответствует всем нормативам. А организация каждый год все лучше и лучше. Ну, выступал раньше на российских соревнованиях среди спортсменов. То есть тут ничем не отличается. На очень высоком уровне проводить соревнования. Приезжие не хотят никуда больше уезжать. Они хотят постоянно приезжать к нам. Поступать только у нас. Потому что мы и встречаем хорошо. У нас и культурная программа хорошая. Также как бы и размещение у нас. Все гостиницы, которые рядом находятся. Они как бы всегда готовы. Действительно, в бассейне «Аквамед» созданы все условия для проведения соревнований такого уровня. Ну, а насколько они успешны для каждой команды, зависит только от самих спортсменов. Лично для меня они прошли очень успешно. То есть занятое мое первое место. Я очень этому рад. Хотелось бы, конечно, иметь первое место у команды. Но так посмотрим, какие будут итоги честной борьбы. Сборная Рязгому заняла командное шестое место. Но в личных зачетах немало первых и вторых мест. Поздравил спортсменов с победами и ректор Рязгому Роман Калинин. Он отметил, что Рязанский университет готов передать эстафетную палочку в плане организации соревнований другому городу. Главное, чтобы чемпионат продолжал жить. В любом случае, самые важные победы этих ребят впереди. И начнутся они тогда, когда сегодняшние студенты станут врачами и начнут спасать жизни людей. Ирина Ковалева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». 23 октября в Рязани откроется новый магазин одежды «Фамилия». Это первый магазин из этой сети в Рязани. Большой выбор товаров и одежда любого размера. Подробнее Валерий Седов. В прошлом месяце крупная торговая сеть «Фамилия» открыла свой первый офф-прайс-магазин в Рязани. Он настолько пришелся по душе жителям города, что компания приняла решение открыть второй магазин «Фамилия». Доступные цены и большой выбор товаров – это главное правило сети. 14 октября ровно в 11.00 состоится торжественное открытие нового магазина «Фамилия» в ТРЦ «Малина». «Фамилия» – это огромный выбор одежды для взрослых и детей, а также разнообразные аксессуары и товары для дома. В магазинах сети представлена продукция известных российских и мировых брендов. При этом стратегия «Фамилии» – помогать покупателям одеваться не только модно и качественно, но и выгодно. Недаром девиз сети – бренды свободный от цен. Новый магазин «Фамилия» откроет свои двери 14 октября ровно в 11.00 в ТРЦ «Малина». Жители нашего города, пришедших на церемонию открытия, ожидают яркое праздничное шоу, дополнительные скидки, сюрпризы и подарки. И на этом у меня все. Все новости вы также можете смотреть на нашем сайте. Я прощаюсь с вами до завтра. Мы подведем итоги этой недели. А пока хорошего завершения дня. Это случилось! Обвал ипотечных ставок! Квартиры за 5,6% годовых! Только в компании «Зеленый сад» совместно со Сбербанком России и Рязанским ипотечным фондом. Жилой комплекс «Рассвет» в Дядьково – это пилотный проект фонда «Центр поддержки предпринимательства Рязанского муниципального района», реализованный в кратчайшие сроки при поддержке Министерства строительства Рязанской области. Он открывает новый формат продаж на первичном рынке недвижимости Рязани, приобретение готового жилья, сводя риски покупателей к нулю. Сбалансированные планировки одно- и двухкомнатных квартир, качество и экологичность стройматериалов, высокий уровень строительных и отделочных работ являются неоспоримым конкурентным преимуществом данного проекта. Хорошая транспортная доступность и развитая инфраструктура в сочетании с тишиной и экологичностью загородной жизни работают льготные ипотечные программы ведущих банков. Беспроцентная рассрочка платежа – зачет имеющегося жилья. До конца октября действует акция «Скидка 3000 рублей с квадратного метра на квартиры на пятом этаже». Жилой комплекс «Рассвет» в Дядьково ждет своих новоселов. Приезжайте, выбирайте, покупайте, живите, радуйтесь. Телефон отдела продаж застройщика 997722. Глобал сервис. Деньги под залог и скупка золота, техники, инструмента, велосипедов. Помогаем деньгами быстро и без лишних вопросов. Глобал сервис. 55 90 50. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова